В 1961 году трое коллекционеров минералов исследовали холмы недалеко от города Аланча, штат Калифорния. Их внимание привлек камень, покрытый оболочкой, напоминающий геоду. После распила внутри обнаружился металлический объект, похожий на свечу зажигания. Этот артефакт быстро получил название артефакт Коссо. Самое загадочное заключалось в том, что окружающая камень порода, по заявлениям исследователей, могла быть возрастом до 500 тысяч лет. История быстро обросла слухами о технологиях, опередивших время. Некоторые утверждали, что это доказательство древней высокоразвитой цивилизации или даже вмешательства инопланетян. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что объект представляет собой обычную свечу зажигания компании Champion, серийно производившуюся в 20-х годах 20 века. Геологи, изучившие находку, пришли к выводу, каменная оболочка — не геологическое образование, а цементоподобная конкреция, которая могла сформироваться за десятилетия. Таким образом, артефакт Коссо оказался не окном в доисторическое прошлое, а примером того, как быстро может родиться миф. И все же один вопрос остался без ответа. В 30-х годах прошлого века немецкий археолог Вильгельм Кёниг обнаружил вблизи Багдада странный керамический сосуд. Внутри находился медный цилиндр с железным стержнем. Ученые были озадачены. Конструкция напоминала первобытную гальваническую ячейку, своего рода батарейку. Позже Кёниг предположил, что этот сосуд мог производить электричество, если его заполнить кислотой или вином. Если гипотеза верна, то человечество могло использовать электроэнергию за тысячи лет до официального ее открытия. Некоторые теоретики утверждали, что батарейку могли применять для гальванического покрытия металлов золотом или серебром. Однако ни одного подтвержденного артефакта с такими следами найдено не было. Современные ученые разделились во мнениях. Одни считают это технической возможностью, другие указывают на отсутствие доказательств практического применения. Более того, возможно, сосуд использовался в религиозных ритуалах или для хранения пергаментов. Тем не менее, этот простой артефакт из Ирака продолжает будоражить умы, ведь если древние знали о токе... В разные годы исследователи сообщали о находках металлических предметов внутри горных пород, которым миллионы лет. Одним из таких случаев стала находка в Массачусетсе в 1815 году. При раскалывании куска кварцита рабочие обнаружили в нем металлический гвоздь. Порода, по оценкам, формировалась десятки миллионов лет. Подобные сообщения вызывали сенсацию, ведь металл в таких условиях просто не мог существовать. Позже в Англии, Франции и России также появлялись сообщения о металлических шарах и деталях, будто бы встроен в древние пласты. Однако ни одна из находок не была документально подтверждена надежными научными источниками. Исследования показывали, что либо слои были неверно датированы, либо предметы попали внутрь уже после образования трещин. Подобные случаи, как правило, связаны с природными процессами – конкрециями, капиллярными трещинами или геологическим выветриванием. Однако журналисты и популяризаторы часто обходят эти объяснения стороной, предпочитая сенсации. Тем не менее, миф о металле вне времени продолжает жить, питая теории о древних технологиях. И одна из таких находок до сих пор стоит на виду. В центре Дели стоит 7-метровая железная колонна, возраст которой около полутора тысяч лет. Несмотря на открытое воздействие дождей, ветра и влажности, колонна почти не подвержена коррозии. Это поражает даже современных металлургов. Созданная во времена правления Чандрагупты II, колонна свидетельствует о высоком уровне металлургии в Древней Индии. Ученые считают, что секрет устойчивости колонны к коррозии кроется в уникальном составе железа и технологии его обработки. Железо имеет высокое содержание фосфора и низкое содержание серы, а также обрабатывалось при относительно низких температурах. Поверхность покрыта тонким слоем пассивной оксидной пленки, которая предотвращает ржавление. Несмотря на рациональные объяснения, колонна часто становится объектом спекуляций. Ее называют доказательством забытых технологий или вмешательство внешней силы. Однако даже официальная наука признает, уровень древней металлургии в Индии был выше, чем считалось ранее. Но есть один древний механизм, чей внутренний принцип работы до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов? В 1901 году у греческого острова Антикитера водолазы подняли останки древнего корабля. Среди обломков оказался сильно корродированный кусок металла. Позже выяснилось, это сложный механизм с шестернями, циферблатами и шкалами. Сегодня он известен как антикитерский механизм – древнегреческий вычислительный прибор, созданный около 2000 лет назад. Исследования показали, что устройство могло предсказывать солнечные и лунные затмения, отслеживать циклы планет и фазы Луны. Для своего времени это была невероятно точная технология. Некоторые элементы конструкции, такие как дифференциальные передачи, не появлялись в Европе вплоть до эпохи Возрождения. Механизм был уникален, ничего подобного в античном мире не найдено. Ученые до сих пор спорят, кто его создал и для чего он был предназначен. Откуда у древних греков были такие знания в области астрономии и механики? Ответ на этот вопрос, возможно, кроется в другом артефакте, который нашли в Египте. Его состав внеземной. В гробнице Тутанхамона археологи обнаружили странный кинжал. Его лезвие не из бронзы или меди, а из железа. Но в эпоху 18 династии железо в Египте было крайне редким и не использовалось в оружии. Ученые задались вопросом, откуда фараон мог получить железный клинок? Современные анализы подтвердили невероятное. Содержание никеля и кобальта в сплаве соответствует железу внеземного происхождения. Это метеоритное железо. То есть оружие было изготовлено из метеорита, упавшего на землю. Египтяне называли железо металлом с неба. И это не поэтическое преувеличение. Процесс ковки метеоритного железа требует знаний и температуры, которые считались недоступными для той эпохи. Однако, видимо, египетские ремесленники научились работать с ним. Возможно, кинжал был не боевым оружием, а ритуальным предметом, символизирующим власть, данную свыше. Этот артефакт меняет представление о металлургии древнего мира и подтверждает, что люди работали с материалами не только земного происхождения. Но есть и другая цивилизация, чьи технологии до сих пор вызывают споры. И дело не только в металле. В Южной Америке археологи до сих пор не могут объяснить, как древние культуры, включая инков и их предшественников, обрабатывали камень с такой точностью. В Перу, Боливии и Эквадоре встречаются мегалитические сооружения, где каменные блоки весом в десятки тонн подогнаны друг к другу с идеальной точностью, без раствора, без зазоров, будто вырезаны лазером. Особенно поражает крепость Саксайуаман возле Куско. Местные легенды утверждают, что камни плавили, используя неведомые технологии. Ученые же указывают на примитивные инструменты – молотки из андезита и бронзовые зубела. Но обработка гранита бронзой почти невозможна. Фактических доказательств применения металлических пил, буров или иных сложных технологий не найдено. Однако исследователи допускают, могли использоваться методы, основанные на вибрациях, огне и даже кислотах. При этом металлические инструменты инков были простыми и вряд ли позволяли добиваться такой точности. Вопрос остается – пользовались ли эти народы утерянными знаниями или существовали иные методы работы с камнем? Следующий артефакт может быть ключом к разгадке. И он не менее странен. В британском музее хранится уникальная чаша из 4 века нашей эры, известная как чаша ликурга. При обычном освещении она зеленая, но если подсветить ее изнутри, она становится ярко-красной. Долгое время это считалось декоративным эффектом. Однако в 90-х годах ученые выяснили, что секрет кроется в наночастицах золота и серебра, встроенных в стекло. Диаметр этих частиц составляет около 50 нанометров. Современные технологии только недавно достигли подобной точности. Римляне же, по-видимому, не понимали физику процесса, но достигли нужного эффекта эмпирическим путем. Возможно, они добавляли порошок металлов в расплавленное стекло, экспериментируя с концентрацией и размерами частиц. Этот артефакт уникален, больше ни один подобный не найден. Он показывает не только высокий уровень мастерства римских ремесленников, но и то, как случайные открытия могут опережать свое время на полторы тысячи лет. Но и в Азии существовали технологии, удивляющие современных исследователей. Особенно в области металла и звука. В Гималаях существует множество легенд о постройке монастырей и храмов с помощью звука. Некоторые тибетские монахи утверждали, что могли перемещать тяжелые каменные блоки с помощью особых звуковых волн и металлических инструментов. В 20 веке инженер Ергенсен опубликовал отчет о том, как монахи с помощью барабанов, труб и металлических пластин поднимали камни на большую высоту. Ученые отнеслись к этим заявлениям скептически. Однако физики заинтересовались феноменом акустической левитации. В лабораторных условиях действительно удалось поднять небольшие объекты с помощью направленных звуковых волн. Масштабировать этот эффект до размеров строительных блоков пока невозможно. Тем не менее, в древней архитектуре Тибета и Непала встречаются конструкции, выполненные с ювелирной точностью. При этом следов сложного оборудования не найдено. Возможно, сочетание металлов, камня и звука играло роль в технологиях, которых мы пока не понимаем. Следующий артефакт доказывает, древние умели работать со светом не хуже, чем со звуком. В древнем Китае были созданы бронзовые зеркала, известные как магические зеркала. Их особенность в том, что при отражении солнечного света на стене возникает изображение, выбитое на обратной стороне зеркала, хотя лицевая сторона кажется идеально гладкой. Ученые долго не могли понять, как создается такой эффект. Лишь в 20 веке выяснилось, мастер создает микроскопические искажения на передней поверхности, соответствующие рельефу с обратной. Эти искажения отражают свет так, что создают проекцию. Это требует точной работы с металлом и глубокого понимания световых свойств. Некоторые зеркала датируются периодом Хань, более 2000 лет назад. Мастера того времени не обладали современными инструментами, но достигли оптических эффектов, которые сегодня восхищают инженеров. Это очередной пример того, как древние технологии опережали свое время. Но существует и металл, форму которого наука до сих пор объяснить не может. В шахтах Южной Африки были обнаружены загадочные металлические шары. Они представляют собой почти идеальные сферы диаметром около одного дюйма, изготовленные из твердого металла с тремя параллельными бороздками и, по заявлениям некоторых источников, найдены в слоях породы возрастом более двух с половиной миллиардов лет. Эти объекты стали известны как Клерксдорбские сферы. Некоторые сторонники альтернативной истории утверждали, что эти сферы созданы разумом, поскольку их форма слишком совершенна для естественного происхождения. Однако геологи выдвинули иную версию. Такие образования могли быть результатом естественных процессов, связанных с осаждением пирофилита и последующим метаморфизмом. Тем не менее, остается неясным, как именно формировались борозды. Одни исследователи считают их результатом эрозии или давления при кристаллизации, другие — механическими трещинами. В лабораторных условиях аналогичные объекты воспроизвести не удается. Научное объяснение возможно, но факт остается фактом. Формы, кажущиеся невозможными, все еще находят в местах, где им, казалось бы, быть не должно. Но если один из таких объектов не вызывает доверия, то следующий был официально задокументирован. В XIX веке в Шотландии рабочие на строительстве здания в районе Кингудье разбили большой камень, внутри которого обнаружили вросший металлический гвоздь. Камень представлял собой твердую горную породу, которая по местным геологам формировалась сотни тысяч лет. Находка была задокументирована в прессе и даже обсуждалась в Королевском обществе Эдинбурга. Некоторые ученые предположили, что гвоздь мог быть вбит в трещину, которая позже закрылась осадочными процессами. Однако форма объекта и глубина его положения ставят под сомнение такую гипотезу. Другие исследователи указывали, что гвоздь мог быть частью старинного горного инструмента или случайно попал внутрь трещины во время эрозии. В то же время официальное научное объяснение до сих пор остается неоднозначным, и некоторые считают эту находку примером так называемого аномального артефакта. Хотя история гвоздя вызывает больше вопросов, чем дает ответов, она подчеркивает одну важную вещь. Наша картина прошлого далеко не полна. И в этом контексте особенно важна финальная метка. Сотни реальных находок по всему миру, от железных колонн и бронзовых зеркал до сложнейших механизмов и артефактов, встроенных в камень, указывают на то, что древние цивилизации обладали не просто ремеслом, но знаниями, которые во многом опережали свое время. Эти знания могли быть утрачены, забыты или передаваться в устной традиции, не дожив до письменной фиксации. Некоторые технологии могли быть изолированными экспериментами, которые по разным причинам не получили распространения. Возможно, их держали в секрете, использовали в ритуальных целях или даже считали сакральными. Современная наука постепенно восстанавливает картину прошлого, но каждое новое открытие вызывает все больше споров. Важно понимать, многие из древних артефактов стали известны только потому, что кто-то задался вопросом, а не принял очевидное объяснение. Так складывается новая археология. Не как поиски сказки, а как честная попытка понять, насколько сложной и многогранной была история человечества. Ведь порой металлы говорят больше, чем письмена.